Всем привет, друзья, на связи МК. Это рубрика «Что там в IT?», неделя закончилась, а как вы знаете, мы внимательно следим за новостями. И начнем с наиболее приземленной новости, которая так или иначе коснется каждого. А именно, подорожание криптовалют. Да, это странно, но это касается многих. Даже если для вас биток – это дорогая фигня, которая когда-то была дешевая, а сейчас стоит больше 40 тысяч долларов за монету. Весь оборот этого крипторынка на 70% завязан на биткоин, а этих монеток напридумывали столько, что черт ногу сломит. Зайдя на CoinMarketCap, на главной странице их 100 штук, и таких страниц 41. Полет воображения, а не виртуальная валюта. В общем, одна из этих монеток, Ethereum или в простонародье просто Ethereum, подорожала за месяц на 130%. Это вторая по популярности криптовалюта в мире, ей торгуют 13,5% от общего объема рынка. Вот как раз ее и любят энтузиасты. Назовем их так. Любители приключений, потомки Джона Саттера эпохи золотой лихорадки, начали массово скупать видеокарты. Вновь. Добавьте к этому последствия пандемии, и рост курса валюты, получается цепная реакция. Лопат нет. Те майнеры, что успели, делятся фотками своих ферм. К примеру, по расчетам одного из них, 78 RTX 3080 окупятся за 50 дней. В базах всех крупных российских поставщиков перекати поле. И рост крипты, чем бы он не закончился, говорит нам о том, что мир меняется, и люди перестали доверять обычным деньгам. Короче, видеокарты стали пропадать из продажи. И не только топовые. Средний бюджет особенно пострадал, так как спрос на них обычно выше. Те карты, что остались, покрыты золотом. Больше досталось по традиции карточкам AMD, цены на которые взлетели в 2-2,5 раза. В общем, с картами сейчас напряг. И все это перед анонсом очень интересных среднеуровневых видеокарт от Nvidia RTX 3060 на 12 ГБ, 3050 Ti на 6 ГБ и 3050 на 4 ГБ. Как вы понимаете, по рекомендованным ценам мы их уже точно не увидим. Очень плотно, буквально из всех щелей, валится информация о пожизненной блокировке аккаунта пока еще президента США Дональда Трампа американской компании Twitter. Все это якобы за подстрекательство к насилию. Он писал, что голоса его избиратели не услышали. Блокировку поддержала Facebook, Apple и остальные крупные платформы. Даже Spotify, где президент под гитару может спеть балладу о свержении Байдена. Фраза «Тебя что, в Гугл забанили?» теперь применима к Дональду Трампу. Но тут нет Порнхаб, так что не все потеряно. Напомню, ранее Джек Дорси, это создатель Twitter, вовсю поддерживал протестующих БЛМщиков, призывающих все громить, что еще раз доказывает, что миром правят деньги. Больше об этом говорить я не буду. Наверняка по телеку и в интернетах это уже сто раз обсудили. Если хотите, можете обсудить это в комментариях. Павел Дуров продолжает играть в борца за свободу и справедливость, критикует ватсап и фейсбук и зовет всех к себе за анонимностью, а также обещает скорую монетизацию Telegram. Деньги и заканчиваются, с криптовалютой не получилось, а карманы не резиновые. Идет полноценная электронная, назовем это так, война, где главный ресурс — это популярность и технологии. Искусственный интеллект, алгоритмы, постройка баз на Марсе, куда, кстати, собирается недавно ставший самым богатым человеком на планете Илон Маск, чьи панчи разлетаются по интернету быстрее, чем на вакуумном рапторе, за что ему уже прилетало. Он тоже участник этой войны. Недавно порекомендовав мессенджер сигнал вместо ватсап, он случайно поднял акции не очень известной медицинской компании из Техаса Signal Adventsch на 1100%. Лемминги-инвесторы, не разобравшись, начали скупать акции все напутав. Недавно Маск заявил, что продаст все свое имущество, чтобы улететь на Марс. Кроме акции Тесла, конечно, которые растут сейчас как на дрожжах наравне с криптой. Ясно одно — Маск одним своим твитом может начать революцию в какой-нибудь банановой республике. Возможно, это эволюция, а возможно и закат. Возможно, когда-то мы узнаем об этом, перешагнув горизонт нашего развития, или не узнаем, так его никогда не достигнув. Кстати, по одной из теорий эволюции мы перешагнем этот горизонт в результате технологической сингулярности, неуправляемого саморазвития искусственного интеллекта, и по оценкам теоретиков это случится к 2030 году. А это совпадает со сроками, когда, согласно закону Мура, вычислительная мощность компьютеров сравнится с головным мозгом человека. А как мы знаем, у Intel с техпроцессом проблемы — циферки не менялись уже больше пяти лет, и сюрприз — в этом году снова 14 нанометров. Но новая архитектура Frankenstein Cypress Coff, собранная из лоскутов старой санников и новой Ice Lake. Сокет в этот раз менять не будут. Ладно, попользуйтесь еще год LJ1200. Кстати, Intel прекращает производство чипсетов 300-й серии уже летом этого года. А новые процессоры 11-го поколения появятся на полках уже в марте. Ситуация для Intel складывается печальная. Недавно стало известно о переговорах компаний по передаче производства своих процессоров на аутсорс Samsung и TSMC. Ранее Intel производила почти все свои продукты самостоятельно. Инвесторы недавно дали Intel понять, что циферки в техпроцессе надо бы менять, избавиться от плохих активов и прекратить дизморалить и терять драгоценных сотрудников. Еще летом компанию покинул легендарный архитектор CPU Джим Келлер. Этот уважаемый человек был ключевым разработчиком культовых архитектур K7 и K8 у AMD, а также текущей архитектуры Zen, которая позволила AMD сейчас находиться на пике. Такие спецы, как Джим, без работы не останутся. Его хотят все — он трудился и в Apple, и в Tesla. А сейчас нашел для себя новую интересную работу в стартапе Tenstorrent, которая создает первую в мире архитектуру динамического искусственного интеллекта. А кто не в курсе, согласно другой теории 11 июля 2029 года человечество победит SkyNet. Но вернемся к Intel. Хедж-фонды — это серьезные ребята, которые любят деньги и к их словам лучше прислушаться. Подробнее об этом рассказывали коллеги с ProHightech в ролике «Есть ли будущее у Intel?». Советую посмотреть. В общем, от закона Мура мы отстаем. Это хорошо или плохо? Хотя, согласно закону Хуанга — он сам его так назвал — все норм. Росту у GPU вдвое каждый год. Хуанг — наш лучик надежды. А что там у красных? Люди продолжают массово переходить на Ryzen, несмотря на то, что пятитысячная серия — оверпрайс. Крупнейший немецкий магазин Mint Factory поделился статистикой продаж и такой процессорной статистики не было еще никогда. За минувший декабрь компания продала около 40 тысяч процессоров, из них 35 тысяч пришлось на изделия AMD — 86% продаж. Рекорды выручки, у AMD лидируют представители линейки Ryzen 3000. На их долю пришлось 54%. 26% за Ryzen 5000 — и то только из-за отсутствия складских запасов. Абсолютным лидером рейтинга продаж стал восьмиядерный Ryzen 7 3700X, а следом идет Ryzen 5 5600X. Из скудных продаж Intel — лидеры i5-10400F и i7-10700K. На два фронта воевать тяжело, но, несмотря на это, у красных все-таки получилось составить конкуренцию NVIDIA во флагманском сегменте видеокарт. Но у зеленых есть туз в рукаве в виде тензорных ядер, и в играх с RTX он даже топовая RX 6900 XT выступает лишь на уровне RTX 3070 за вдвое меньшие деньги. Красные не сдаются. Буквально в последние дни 2020 года AMD подала заявку в патентное ведомство США, в котором описала идею создания графического процессора с чиплетной структурой. Группа графических процессоров будет работать на одной видеокарте как система на чипе. У AMD уже есть удачный опыт чиплетной системы, и AMD Ryzen и Epic тому в подтверждение. И, надо сказать, технология перспективная. Intel и NVIDIA уже подтвердили, что работают в том же направлении. Crossfire умер, но дело его живет. Начало 2021 года выдалось богатым на IT события. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на наше сообщество вконтакте, ссылка будет в описании. Меня зовут Михаил Крошин, лайк если рубрика «Что там в IT» вам понравилась. До скорых встреч!